Змеиногорский сериал Итак, жители Змеиногорска дождались подачу воды и тепла. На этот раз перебой длился меньше двух суток, а порывы были более точечными. Тем не менее, ветхое состояние коммунальных сетей в будущем может обернуться новыми авариями, боятся горожане. Ну а в селе Савушки воду в домах ждет больше 500 человек. По словам жителей Савуши, перебои с водоснабжением у них происходят постоянно. Только с октября отключения регулярны, напоров в кранах по вечерам нет. Как считают люди, всему виной старые насосы водонапорной башни, которые не ремонтировали много лет. Сегодня глава поселка обратился за помощью в администрацию Змеиногорского района. Больше двух тысяч минувшие выходные посетили турзону Березовой Акатунь. Именно здесь в этом году разместилась главная из 40 площадок праздника – Алтайская зимовка, знаменующего начало зимнего туристического сезона на Алтае. Оправдал ли себя перенос с мероприятий на лону природы и какие сюрпризы преподнесла нынешняя зимовка, расскажет Илья Кочетков. Илья, прыгай! Прямо на них! На них! На этих бревнах прыгай! Съемочная группа телепроекта «Тужур» приехала на Алтай аж из самой Уфы. Говорят, не ожидали, что будет настолько холодно, но не жалеют ни минуты. Уверяют, что такого праздника больше нет нигде в России. Нам нужно было снять праздник, который не связан напрямую с Новым годом, а связан с каким-то другим событием. Перебрали все праздники, все регионы, во всех регионах. Уже начались только новогодние фестивали, связанные с Дедом Морозом, со Снегурочками. И нашли только у вас. Какое-то просто чудо происходит, прилетает 700 лебедей. И мы решили, что едем только сюда. Идею сделать главной площадкой праздника именно туристическую зону организаторы из Алтай-турцентра озвучили около месяца назад. Замысел – расшевелить зимний туризм на Алтае, сделав народные гуляния в заснеженных предгорьях таким же привычным и массовым делом, как, например, весеннее цветение моральника. От себя, скажем, получилось, но не все. Чемпионат по зимнему плаванию отменили, и мест, чтобы погреться, было недостаточно, на наш взгляд. В то же время большинство гостей эти мелочи ничуть не смущали. Очень понравилось все. Казаки, маленькие пони, молодежи много, аттракционы есть. Даже, наверное, больше, чем надо всего здесь есть. Мне кажется, интересно очень будет. Студенчество, молодежь, прям жизнь кипит, позитив, радость, смех. По словам Татьяны Сажаевой, директора Алтай-турцентра, нынешняя зимовка во многом эксперимент. И в будущем уроки учтут, чтобы сделать отдых в непростых горных условиях максимально комфортным и увлекательным. Вдобавок стало ясно, что отелей бирюзовой не хватает, чтобы вместить всех желающих. А владельцев окрестных гостиниц не так просто убедить открыть свои двери раньше Нового года. У нас предприниматели люди осторожные. Они хотят сначала посмотреть, убедиться, а потом уже, что называется, двинуться в потоке. Но мы знаем, что зарабатывает первый, поэтому, надеемся, тот, кто первый поддержал зимовку, он правильно сделал. По данным организаторов, на праздник прибыло больше двух тысяч гостей. В основном из Барнаула, Бийска, Маймы, Ай. На следующее утро центр праздника переместился в советский район, на озеро Светлое, оно же Лебединое. Гостей ждал сюрприз. Сотрудники Краевого Минприроды выпустили на озеро самку лебедя. Ее, раненую, несколько недель назад подобрали волонтеры в Красногорском районе. Ветеринары, подлечив ее, посоветовали выпустить птицу в Лебединое. Специалисты говорят, есть шанс, что ее пара, самец, которого она потеряла после травмы, также зимует здесь. И лебеди, которые выбирают себе партнера на всю жизнь, воссоединятся. Кстати, стало известно, откуда прилетают лебеди. Ради этого два года ученые анализировали перья молодняка. По результатам этих анализов была подтверждена та гипотеза, которая была у нас раньше, что лебеди прилетают к нам из Салихардской тундры, то есть это севернее Томской области еще, то есть это северный прям лебедь. И к нам он прилетает, по сути, на юг. Только на Лебединое в эти выходные приехало больше двух с половиной тысяч человек. Всего же, по данным организаторов, начало зимы отметили в семи городах, десяти районах края. Работало больше сорока площадок. За два дня праздники начала Алтайской зимы посетило более чем 16,5 тысяч человек. И это только начало. Илья Кочетков, Николай Шилко, Наши новости. 163 школьника села Хлеборобное Быстроистокского района вынуждены учиться в оцеревших кабинетах из-за несвоевременно проведенного ремонта. Об этом краевым СМИ рассказали родители детей. К ремонту крыши и замене отопления в школе подрядчик приступил только в середине ноября, когда лег первый снег. Усугубил ситуацию дождь, который прошел 28 ноября. Из-за этого здание отсырело. Родители рассказали, что учебный процесс педагоги не прервали, а продолжили занятия в промерзших кабинетах и даже спортзале. Ремонт, утверждают родители, не закончен, но подрядчика на объекте они давно не видели. Директор же школы говорит, что все работы завершены. В приемной администрации Быстроистокского района нам рассказали, что заместитель главы района сегодня выехал в хлеборобное, чтобы выяснить проблему. Родители же пытаются понять, почему это происходит в разгар учебного года. Зимой мы следим за развитием ситуации. Отобрать 45 лучших из 300 участников. Такая задача стояла перед жюри регионального этапа чемпионата молодые профессионалы. В течение недели школьники и студенты испытывали, чей проект лучше, а в субботу наградили победителей, которые теперь представят свои разработки на всероссийском уровне. Кто вышел в финал конкурса, знает Валентина Аскерова. По линии Кириллу нет и 15. Они уже квалифицированные специалисты в области робототехники. Тандему не больше года, а их собственный проект «Робот, который собирает шины» уже завоевал золото престижного чемпионата WorldSkills. Достигнут об останавливаться ненамеренно. Мир робототехники молодые спецы штурмовать продолжат. Делать новых роботов и осваивать новые языки программирования. Может, трансформера создать? Ну, не знаю. Что-то, наверное, нужно, что поможет миру, наверное. Но робота для домашних дел, например, что прибирался, готовил. Кстати, эти бундеркинды – лишь одни из победителей регионального чемпионата рабочих рук. Из 300 конкурсантов победители только 45 – от айтишников до парикмахеров. Нам еще предстоит отборочный еще один этап, предстоит еще финальное соревнование. И я, конечно, желаю всем, кто попал на эти дальнейшие этапы, обязательно с честью представить и Алтайский край, и представить свои регионы. А представлять свои регионы и бороться за то, чтобы попасть в национальную сборную страны, сегодняшние победители будут в мае следующего года в Казани. Организаторы говорят, чемпионат WorldSkills – это настоящий шанс для молодых людей зарекомендовать себя перед самыми лучшими работодателями планеты. Более 185 тысяч жителей нашего региона – люди с ограниченными возможностями здоровья, 10 тысяч из них – дети. Сегодня в крае стартовала ежегодная декада инвалидов. Ее открыли фестивалем творчества людей с ограниченными возможностями. Из сотни заявок на участие лишь 15 человек стали финалистами. На сцене победители муниципальных этапов конкурса «Свет нашей души» – творческие люди от 16 до 60 лет. С самыми различными недугами, но с единой целью – доказать себе и окружающим, что способны на многое. Они поют, хоть и жестами, танцуют в инвалидных колясках. А вот, например, Сергей Климов, житель Первомайского района, уже 7 лет совсем ничего не видит, при этом пишет стихи и издает книги. Сегодня ему вручили международную премию «Филантроп». Сергей стал победителем в номинации «Литература». Сейчас я диктофон для этого существует. Я надиктовываю, мне очень удобно. Встаю рано утром, в 4-5 утра, в жаворнах пью, крепкий чай, пишу стихи. Счастье необыкновенное. Выставки, конкурсы и концерты – все эти мероприятия на протяжении полутора недель пройдут в большинстве городов и районов края. Добавим, что в нашем регионе более 180 человек имеют инвалидность. Барнаул дождался нового триумфа. Именно так называется спортивный центр, в котором одновременно могут заниматься около сотни детей дзюдо и художественной гимнастикой. Зал, уже третий по счету в крае, открыла семья Ивана и Кристины Нифонтовых. На новоселье побывала и наша съемочная группа. Итак, смотрим внимательно, смотрим внимательно. Та, три, четыре. Раз, два. И вот сам красот приступает. Не сложно же это? Будущее Ивана Нифонтовых обживают новые апартаменты. После открытия слова «дефицит» отпало само собой. Никаких очередей или нехватки залов. Просторные, светлые помещения. То, что нужно, как говорят сами юные чемпионы. Он больше, чем тот, и тут есть больше с кем заниматься. Здесь он просторный, очень светлый, ковер хороший. Ну, хороший зал вообще. Итак, мы готовы? Режем красную ленту. Задумка открыть современный центр принадлежит семье Нифонтовых. Он известный дзюдоист, она известная гимнастка. Вместе решили совместить в одном помещении те виды спорта, которым сами посвятили жизнь. И результатом оказались довольны. На самом деле, на детей смотреть, на их глаза – это очень интересно. Когда они эмоциями, впечатлениями делятся. Ты участвовать, когда в процессе тренировочном участвуешь. Интересно смотреть и наблюдать. И надеюсь, что эти ребята покажут высокие спортивные достижения. Этот триумф как минимум в два раза больше, чем предыдущие. При полной загрузке одновременно это около сотни ребят. К их услугам – инвентарь, душевые, раздевалки. Все же главное – это сами залы. И тут все по-взрослому. Условия в этом зале на 100% совпадают с условиями во время турниров по дзюдо. Дело в том, что здесь постелились специально вот такие маты. Отличаются они не по высоте, не по ширине. Они, как обычные, они отличаются своей жесткостью. Дело в том, что когда юный дзюдоист занимается на мягком мате, а потом во время турнира занимается на жестком, у него создается такой диссонанс голове. В этом случае ребенок, уверяют эксперты, не сможет показать максимальный результат. Сам же Иван планирует иногда менять галстук и пиджак на привычное кимоно. Нифонтов в числе тренерского штаба. Помогать ему могут при желании сами родители воспитанников. Это нововведение называется семейная тренировка. Главная мечта создателя триумфа – открыть не отдельный зал в арендуемом помещении, а построить отдельный дом для единоборств. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Слесари, инженеры и другие сотрудники Заринского завода «Алтея Кук» снова поборолись за звание молодого лидера. Восемь финалистов в рамках конкурса реализовали различные социальные проекты в городе. Над чем работали участники и кто стал победителем – далее в сюжете. Здесь болельщики как на мундиале. Своего конкурсанта поддерживают сильнее, чем любимую команду. Оценивают строго. В числе судей, представителей краевой власти, городские общественники, социальные партнеры и руководство завода. Вы помните, с чего мы начинали? Мы сажали деревья, мы рисовали фрески на домах. Сейчас у нас еще больше идей. Мы хотим сделать парк, мы хотим сделать красивым наш двор, мы хотим сделать счастливыми наших детей, наших ветеранов. Это действительно очень важно. Конкурсантов проверяли на смекалку и знания стратегии компании. Вместе с тем они презентовали свои социальные проекты. Сбор донорской крови, строительство детских и спортивных площадок, ремонт актового зала в общежитии для ветеранов. Все инициативы реализованы в рамках корпоративной программы «Стальное дерево». Финансовую поддержку оказал благотворительный фонд «Милосердие». Звание молодого лидера Алтай-Кокса удостоилась Ирина Канаева, которая открыла развивающую комнату для особенных детей в Заринском детском саду. Я знала, что мой проект сильный и я его делала от сердца, но чтобы на первое место я не думала. Я рада и я очень горжусь тем, что я сделала и буду гордиться всегда. Победительница и еще два призера конкурса получили дипломы и денежные награды. Ведь улучшение качества жизни и городской среды действительно достойные задачи для молодого лидера. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза минус 20, в Барнауле ночью и днем около 20 градусов мороза, юго-западный умеренный ветер и возможен снег. Это все новости к этому часу. Телефон нашей редакции 722 440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова